Как повысить эффективность профилактической работы и снизить количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков? Эти и другие вопросы обсудили сегодня на заседании антинаркотической комиссии в Доме правительства. По итогам 8 месяцев этого года наблюдается незначительное снижение числа зарегистрированных наркопреступлений на 2%. При этом число пресеченных фактов сбыта сохранилось на прежнем уровне. Из оборота изъято незаконных веществ на 24% больше. По предварительным данным это около 90 килограмм. Деяния выходят на первые места в части применения современных технологий и техники. В связи с этим в Министерстве интернете Республики реализуется комплекс мер на противодействие современной форме наркопреступности. Сотрудник МВД Республики задержан 17 лет, осуществляющийся в поставке избыта наркотиков и сильнодействующих веществ в Республику и регион страны. Возвуждены главные дела, которые в настоящее время расследуются. Уже 4 года на территории Республики Министерство образования и молодежной политики проводят социально-психологическое тестирование. Если выявляется группа риска, дальше с ними работают врачи-наркологи. Тестирование проводилось в два этапа в октябре 2018 года и феврале 2019. В принципе, все-таки соблазн легкой наживы все равно превалирует среди студентов и школьников старших курсов. Вот Канис Альбертович статистику сказал, что уже небольшое рост на количество преступлений с 2016 года наблюдается у нас. Там 14-16, вот уже в этот период 13 у нас. На учете подростков с диагнозом наркомания нет еще с 2008 года. Но все же всех, кто находится на стадии проб, еще достаточно. Поэтому важно занять ребят и во внеурочное время. Помочь в этом должны и центры дополнительного образования. Наша задача в рамках профилактической деятельности объяснить нашей молодежи о погубном влиянии при потреблении наркотических препаратов. Мы должны воспитать ответственное отношение каждого человека к своему здоровью. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика.